Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребята, сегодня у нас утром, собственно, состоялось очень эпохальное событие для любителей, собственно говоря, вселенной Метро, именно игровой вселенной Метро, потому что был анонсирован, ребята, второй трейлер, собственно, самой игры Метро Экзодус. И вот как это было, что это было, и, собственно, что там показали, когда всё это будет, об этом, ребята, мы сегодня поговорим, потому что вопросов накопилось реально много, ну и плюс, скажу честно, вот прям сразу. Сама номинация, на которой всё это было показано, то есть, точнее, конференция, которая называется «Игра года 2017», это, в принципе, отдельная тема, на, собственно, почве которой будет очень много споров, наверное, очень долго, потому что она, в принципе, уже второй год подряд какую-то херню творит и номинирует непонятно что, но это неважно, ребят, собственно, нам на эту конференцию всё равно, единственное, что на ней показали очень много годных игр, и одна из них была Метро со своим вторым трейлером. Так вот, собственно, есть претензии не то, что к самой конференции, есть ещё и претензии к самому трейлеру, причём их очень много, там есть и плюсы, ребят, безусловно, но там есть и какая-то огромная куча минусов, про которые стоит, наверное, поговорить, потому что, ну, собственно, разработка игры еще продолжается, и я надеюсь, что разработчики, может быть, как-то что-то услышат, и всё-таки исправятся, и минусы, потому что хочется, чтобы эта игра вышла реально, ну, очень годной, потому что, ну, они поднимают свою планку из раза в раз. То есть, 2033-е было, потом был ещё лучше Last Light, я хочу, чтобы Exodus был ещё лучше, чем был Last Light, а для этого нужно реально поднапрячься, потому что сейчас разработчики чё-то поднакосящили. Начну, ребята, я с общей оценки, собственно, самого трейлера. На самом деле он получился очень коротким и не таким информативным, как это был первый трейлер, но там, в принципе, понятно. То был, собственно, анонсирующий трейлер, который показан на Е3, там, взрыв мозга, то есть очень много было всего интересного и красивого, плюс все понимали, что то, что там было показано, это, собственно говоря, уже, ребята, знаете, такое трендерное видео, сделанное уже, собственно говоря, во всяких видеоредакторах, и самого геймплея там было маловато. В этом трейлере, ребята, уже было больше геймплея, больше картинки самого движка игры. Это, в принципе, радует, потому что картинка была неплохая, но общая составляющая всего трейлера просто никакущая. Нет, реально, поверьте, вы просмотрите этот трейлер, и у вас будет прям такое двоякое чувство, то, что, да, это метро, если вы фанат, это круто, это вызывает, наверное, какие-то чувства, но слишком много минусов. Во-первых, он был сделан, я думаю, на коленке просто за ночь, потому что там столько косяков, но вот одна, наверное, из самых таких бросающихся в глаза, это то, что вот в моменте с поездом нам показали, наконец-таки, вблизи поезд Аврора, прям стоящий на месте, и возле него, собственно говоря, стоит, ребята, непись, ну, он же NPC из СДК, у которого даже еще ребята не подредактировали руки, он просто их раздвинул в бока, и, собственно говоря, стоит. Не знаю, вот после такого хочется, конечно, заплакать, плюс все анимации, которые были сделаны в трейлере, они очень плохие, в принципе, трейлер, как-то, не знаю, сделан по общей концепции, компиляции, и как-то слабо, ну, правда. Некоторые моменты прям между собой не вяжутся, то есть картинка иногда хорошая и годная, иногда просто вырванная какая-то херня, на самом деле, и это очень огорчило, потому что как-то я рассчитывал, что будет больше геймплея, будет больше ГДНТ, и, собственно говоря, будет именно трейлер, который нам показывает, во что мы будем играть в дальнейшем. Но, как оказалось, нет. Мы опять увидели что-то непонятное, и как-то странновастенько. Возможно, что разработчики, может быть, даже не хотели его как-то анонсировать, и все это сделали за последние, может быть, недели-две, я этого не знаю, ребят, но по итогу вот общая концепция трейлера очень слабая. Ну, вот просто локализация для России, она, в принципе, снята, потому что, ребята, есть, собственно говоря, полностью русский трейлер, который озвучен был голосом Анны, и это плюс, да, потому что многие, конечно, орали после первого анонсирующего трейлера о том, что не будет русской локализации, что это все политические, скажем так, прихвости, собственно говоря, со стороны Фуа Геймс, ведь они из Украины, чуждо, ну, и как, собственно говоря, ребят, другие страны СНГ, типа Белоруссии, там, Казахстана и так далее, им тоже гораздо проще поиграть на русском языке. Поэтому, например, я не сомневался в том, что локализация будет, и вот она появилась в этом трейлере, и это, в принципе, и хорошо, но, с другой стороны, это просто архи-херово. Ну, вот, правда, это настолько плохо, что, вот, опять, это прям хелесово пиета со стороны Метро, потому что в 2303 Метро была очень плохая озвучка, собственно говоря, вот, именно российская, то есть русская озвучка, она была взята целиком полностью из игры Сталкера, просто половина людей была взята из этой игры, они выехали за счет, собственно говоря, какой-то ностальгии, потому что, ну, Сталкер, в принципе, знакомые голоса, бла-бла-бла, но, опять же, составляющие, скажем так, именно актерские игры и эмоции, все было очень слабо. Но тогда не так бросалось бросать глаза, как, в принципе, в дальнейшем. То есть потом вышел Метро Ласт Лайт, и это было просто, ну, еще хуже. То есть я не думал, что может быть хуже, но, собственно, ребята, получилось еще хуже. Потому что, вот, в Ласт Лайте озвучка, собственно говоря, второстепенных NPC, всяких там, не знаю, ганцев и красных, которые стояли в подворотнях, была гораздо лучше, чем, например, озвучка главных персонажей, то есть главных героев всяких различных по ходу всей игры. Я просто рыдал и плакал, когда слышал того же Хана, который говорил какой-то Дантес с какими-то стихами без эмоций. Это просто было ужасно. Я думаю, что, в принципе, хуже уже некуда. Но вот сейчас выходит этот трейлер, и, ну, это просто какой-то трындец. То есть есть английская озвучка, где просто, вот, я не знаю, голос Анны, который закадровый, девушка, которая озвучила в английской версии, просто потрясающая. Нуар просто такой страшнейший, атмосфера тягучая, все сразу возникает. Вот по ее голосу, по ее фразам, это прям очень звучит. И потом ты врубаешь, собственно, озвучку именно русского трейлера, и это все очень плохо. Мне хочется смеяться, это какой-то, не знаю, яролаж начинается, и я вот не знаю. Надеюсь, что остальные, собственно, герои будут озвучены лучше, чем Анна. Да и плюс как-то теряется, что ли, не знаю, составляющая. Все-таки Анна, это такая, знаете, немного такая все-таки черствая, зажатая девушка, у которой батя, скажем так, почти военный, и она не такая, как в этом, собственно, голосе озвучки. То есть здесь какая-то кокетливая такая дамочка, которая ждет своего Артема, где-то там в метро, из-за него переживает, и, ну, не знаю, всю атмосферу просто это убило. Вот мне не очень понравилась озвучка Анны, я надеюсь, что остальные озвучки будут гораздо лучше, потому что, ну, это будет просто фиаско. Третий, ребята, минус. Да, пока что все, ребята, в одну калитку, но будут и плюсы, потом еще, про которые я поговорю, но пока что, ребята, страшные минусы, потому что трейлер реально получился очень посредственно на фоне того, что было, собственно, выпущено на Е3. Так вот, третий, ребята, минус, это то, что разработчики срезали целый кусок очень качественного геймплея, который был очень нужен для людей, которые, например, не считали книгу вообще в принципе. То есть это... В трейлере был показан Минонет о том, что Артем, собственно говоря, находит саму Аврору, этот потрясающий, собственно говоря, поезд, который является ключевым объектом и домом, в принципе, во всей игре. И проблема в том, что, собственно говоря, в самой книге Артем очень долго искал тот поезд, он ходил по всяким сигналам по городу, по многоэтажкам, лазил по Москве, делал просто многочисленные вылазки, и это очень атмосферная часть, которая я вот лично ждал ее просто в геймплее в игре, то, что это будет отдельная голова, как мы поначалу пытаемся выжить в самой Москве, потому что Москва увядает, ресурсов все меньше, собственно, самих различных тварей и мутантов все больше. Поэтому это вот реально очень классная часть геймплея, и я рассчитывал, что мы будем играть сами за Артема, и этот поезд искать, в конце концов, находить и уезжать. Но, как оказалось, исходя из трейлера, судя по всему, будет просто какая-то вот геймплейная катсцена, где мы находим этот поезд, и я просто на самом деле заплачу, если вообще игра будет начнаться с того, что у нас поезд уже есть. Если это будет так, то это провал со стороны разработчиков, потому что у людей, которые не читали книги, будет просто дохера вопросов, а что за поезд? Где нашли? Как нашли? Откуда он? Кто его сделал? Куда он раньше ходил? Будет просто миллиард вопросов, и, собственно говоря, ну я не знаю. Я надеюсь, что это просто именно часть трейлера, то есть, не знаю, какая там уже сделана именно для трейлера картинка, и я надеюсь, что будет именно геймплей по этой части, потому что она нужна игре, она просто нужна вот именно как игровая часть, в нее нужно проиграть, пройти, это нельзя подать просто как вот какой-то видосик, как оценку, это будет очень плохо. Я надеюсь, что реально разработчики нам покажут, как мы искали этот поезд, каким и, собственно говоря, плотом крови его добывали, и как, в принципе, потом он нам помог спастись из этого увядающего города под названием Москва. Из других, ребята, плюсов. Все-таки один плюсик прям в глаз мне залетел перед просмотром этого трейлера, а мир, который будет в данной игре в Metro Exodus, не будет совсем мертвым и пустым, как это многим показалось. То есть иногда прям хотелось вот так подумать, что мир, который представлен в игре, будет абсолютно пустым, будет только Спарта, спартанцы, которые выжили, Москва просто тусклая, никого нету. Но нет, в трейлере, ребята, в наш кадр въезжает поезд Ганзы. Там прям вот видно отчетливо надпись Ганза, это их поезд, у них были поезда, причем одни из первых, собственно говоря, в игре, да и в книге тоже. Они с помощью этих поездов доставляли различные ресурсы, эксклюзивные по метро. Так вот, они есть, они живы, группировка жива, она существует, и это круто. Это, ребята, очень круто, что метро еще функционирует, живет, и что другие люди тоже существуют. Какие-то из них, наверное, будут нам помогать, какие-то нам будут не помогать, а даже мешать выбраться, и это хорошо, это то, что, ребята, реально радует. Ну и последний, ребята, к сожалению, последний, но очень жирный и важный плюс этого трейлера, это то, что в конце мы узнали, ребята, точную дату релиза самой игры. Метро Экзодус выходит осенью 2017 года. Это просто что-то невероятное, на самом деле, в то, что сейчас не верится, потому что многие сейчас, наоборот, издатели перенесли свои релизы на какие-то дальние даты, потому что не успевают сделать свои игры, а наши разработчики 4Games почему-то вдруг дату с зимы, то есть там 2017 года, некоторые даже рассчитывали на, собственно, начало 2019 года, почему-то вдруг перенесли на осень. Я, ребята, искренне верю в то, что это именно связано с тем, что разработчики именно успевают всю игру сделать гораздо быстрее, так же качественно, так же проработано, но просто быстрее. Я не против. Это очень скоро, это вот, ребята, буквально за углом тут, через полгодика, плюс-минус пару месяцев, и на наших руках уже будет последняя игра всей этой серии по метро, и это просто круто. На этом, ребята, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, ждите метро, любите метро. Всем удачки, пока-пока.